Дорогу до московского городского суда любой оппозиционер может найти буквально с закрытыми глазами. Еще бы здесь с завидной регулярностью проводятся показательные порки тех, кому не нравится бандитский чекистский режим, установленный в России. Но сегодня бандиты в Кремле могут ослабить свой сфинктер. Сегодня человекообразные в мантиях вынесли приговор мятежному полковнику Квачкову. 13 лет заключения для Владимира Квачкова, учитывая его возраст и состояние здоровья, фактически пожизненный приговор. Граждане, присутствовавшие при оглашении приговора, практически повторившим обвинение, впали в глубокий шок. Но крики позор не смутили халуйствующих судей. А фашистствующая Чубайсятина, приведшая под ручку бандитов в Кремль, и вовсе открыла в живом журнале филологическую пещеру, откуда изрыгнула. Судя по взглядам Квачкова, которые он столь активно пропагандирует, он является опасным фашистствующим экстремистом, готовым приносить жизни людей в жертву своим диким идеям. Конец цитаты. Мы не сомневались с самого начала, что в этом деле ничего нету, кроме выдумок и инсинуаций. Призывал ли русские люди к свержению власти? Да каждый второй сегодня призывают. Была ли возможность это осуществить? Ну, конечно, нет. Я с Квачковым знаком уже семь лет. И семь лет я не видел в национальном движении человека, который бы не философствовал на тему смены власти. Ну, это было очевидно, что я знал, что его осудят, конечно. Я знал, что должен быть показательный суд. Я знал, что это в назидание всем остальным делается. Ну, конечно, мы будем по возможности поддерживать его семью. И мне кажется, власть переходит этот опасный рубикон, когда найдутся люди, которые будут думать о мятеже всерьез. Приговор 13 лет – это все равно, что приговор смертельный. Понимаете, человеку в возрасте, человеку, который прошел такой долгий боевой путь, это и ранения, и болячки, и все. Это все равно, что подписать смертельный приговор. Самое ужасное, что с нами, с людьми, совершенно не считается. Вот проблема-то в том, что мы отлично все понимаем, что если два года велось следствие, там столько томов, что за полтора дня приговор написать нереально вообще, просто нереально. Даже по мелким судам все равно судьи берут неделю, месяц и так далее. А здесь за полтора дня они написали решение. То есть это была заготовка, спущенная сверху? Нет, ну это однозначно. Любой человек, который хоть раз судился, он однозначно все это знает. И понимает, что за полтора дня столько томов не переписать, и столько опровержений не сделать. Суда у нас нет, потому что суд никакие доводы нашей стороны не принял, как будто суда вообще не было. Было следствие, вернее фабрикация уголовного дела. Это вынесли на суд. Так как суда не было, получается то, что получилось. Фабрикация уголовного дела. Все, больше ничего. То, что сегодня произошло, вот это сродни, вы знаете, слезам, когда крокодил плачет, да, там как-то над своей жертвой, оценивая как бы все ее достоинства. То же самое у нас произошло, когда по сравнению с требованиям прокурора Ремезова, ну, снизили срок ограничения свободы на год, да, вот. И услышали все-таки защитников о том, что мы судим людей не за воинское преступление, так при чем же здесь дополнительный вид наказания в виде лишения специального воинского звания. Ну, знаете, ну это крокодиловые слезы. Просто, понимаете, это такое показушное действие, которое, ну, вот еще хуже делает ситуацию, чем она есть на самом деле. Потом сегодня, слушая текст обвинительного приговора, я не могу не сказать о том, что суд у нас вышел за пределы своих полномочий. Суд вошел в оценку, что является конституционным, что не является конституционным. И, в частности, признал тот факт, что право народа на восстание, которое записано в преамбуле всеобщей декларации прав человека, не соответствует Конституции Российской Федерации. И в соответствии с Конституцией высшей формой воли и заявлений является референдум, а не народное восстание. Ну, то есть, тем самым суд вошел в оценку международных правовых актов и превысил свои полномочия. Вот мы получим текст приговора в понедельник. И если там также будет дословно написано, как это прозвучало в зале суда, ну, просто это нет слов, это необходимо в квалификационную коллегию сразу же обращаться для лишения судей их полномочий. А можно я спрошу вас, просто как гражданку России, пример полковника Квачкова и осуждение его этим судом, этой судилищи, как вы думаете, может привести к тому, что появится какая-то группа людей, которые всерьез возьмутся за оружие и всерьез решат провести в России мятеж? А я думаю, что как раз именно для того, чтобы этого не допустить и запугать тех, кто готов отстаивать свои права и свободы, и сделан настоящий процесс над полковником Квачковым, и вынесен именно такой приговор. Потому что, по сути, Квачкова и Киселева судят за разговоры на кухне, за то, что они выражали недовольство действующей властью. И именно это поставлено в качестве мотива преступления, в котором обвиняют Квачкова и Киселева – недовольство действующей властью. То есть, а власть – это что? Это те же самые тарифы ЖКХ, это отсутствие мест в детских садах, это коррупция. Понимаете, любой, кто будет высказывать свое недовольство коррупционерами, подлежит уголовной ответственности. Взывать к милосердию чекистов бессмысленно. Для них милосердие – это быстрое убийство, минуя пытки заключенного. К Квачкову можно относиться по-разному, но никто не гарантирует, что завтра его слова не возьмут на вооружение более радикальные граждане, готовые перейти от кухонных рассуждений к решительным действиям по свержению преступной группировки Михаила Ивановича. Подобными приговорами власть законопачивает все щели в гражданском обществе, загоняя вовнутрь социальные болячки. Теперь граждане не могут уже даже говорить на кухнях о том, что они думают об этой власти. И однажды этот процесс может привести к настоящему гражданскому взрыву внутри России. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ